Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович. Это третье видео, посвященное 1 сентября, где я разбираю основные алгоритмы постановки стоп-лоссов, тейк-профитов, как минимизировать потери и максимизировать профиты. В первом видео мы говорили как раз о тейк-профитах, во втором видео о стоп-лоссах, и мы пытались объединить всю эту модель уже в полноценную стратегию входа и выхода из сделки. Я показывал на живых примерах, и в этом видео мы поговорим о трейлинг стоп-лоссе. Нужен ли он? Если да, то как его использовать? Перейдем с вами на золото и запишем два варианта. Будем продолжать рассматривать на тех примерах, на которых уже это делали. Первый вариант стоп-лосса это по максимумам и минимумам, то есть трейлинг стоп-лосса. И второй вариант это по волатильности. Второй вариант это по волатильности. Буду тоже сокращать по волатильности. Итак, вернемся к нашему сценарию по золоту, потом посмотрим и на евро, и на DAX. Вот смотрите, у нас был импульсное движение, коррекция, сигнал. У нас снова импульсное движение, снова коррекция, снова потенциальный сигнал уже на будущей неделе. Вот смотрите, когда мы входим с вами на коррекции по тренду, то есть у нас есть импульс, коррекция, не стоит двигать стоп-лосс в безубыток, либо не стоит слишком сильно передвигать стоп-лосс к точке открытия позиции до тех пор, пока рынок не обновил high или не обновил low. То есть, как только это произошло, мы пробили, закрылись выше предыдущей структуры. Это очень важно, торгуя по тренду. Сейчас речь про состояние рынка, которое называется тренд. В предыдущем видео я об этом говорил очень подробно. Пробили, и тогда мы можем переводить в безубыток. Затем, чаще всего мы наблюдаем восстановление рынка, она может быть коррекция больше-меньше. Это все зависит от того вообще, насколько рынок более агрессивен или менее агрессивен. Затем мы видим новый high. Если видим новый high, то двигаем сюда. Это первый вариант передвижения стоп-лосса. То есть, если мы здесь продали, то двигаем мы стоп после того, как рынок пробил, закрылся ниже предыдущего low. Здесь. То есть, мы берем наш стоп. Если мы здесь продали изначальный стоп здесь, мы его передвигаем за вот этот предыдущий high. То есть, сокращаем риски. Можно перевести в безубыток, да, но нужно быть внимательным, рынок может здесь глубоко скорректироваться, вынести и потом пойти дальше. Вот таким образом. То же самое касается этой позиции. Если мы здесь, вот в этой точке, продали после сигнала ротации, продали чуть повыше здесь, то наш изначальный стоп, он может быть здесь, за структурой. Не в притирку к high, а чуть повыше. И затем, как только рынок делает новый low, мы можем ужесточить и передвинуть сюда. Это текущий пример по золоту, далеко не идеальный пример, но тем не менее, то, что есть на графике, я вам то и показываю. То есть, трейлинг 100 по максимуму минимуму. И бывает такое, что этот рынок не то, что бесконечный, но он может длиться очень-очень-очень долго, и вы можете вылететь на самых экстримах, когда рынок начинает делать новый low, либо flat. Минусы в том, что рынок, достигнув какой-то точки, достаточно высокой точки, может резко скорректироваться, и вы потеряете энное количество прибыли. То есть, есть плюсы и минусы, поэтому здесь тоже нужно быть внимательным к сигналам на разворот, смотреть на структуру рынка, смотреть, где Fibonacci зона. То есть, трейлинг стоп нужно ставить, обращая внимание на вот эти параметры. Ключевые зоны Fibonacci, ключевые зоны поддержки, сопротивления, ну и, конечно, как много уже было импульсов вверх или вниз. Если мы сделали раз, два, три или четыре, нужно понимать, что рынок может восстановиться, или там перейти в оффлет, либо сформировать более глубокую коррекцию, и, естественно, ваши стоп-лоссы могут ужесточаться к самым там предыдущим low. Теперь вернемся к трейлинг стоп-лоссу по волатильности. В предыдущем видео мы с вами разбирали вариант сделки по евро-доллару. Когда мы использовали для стоп-лосса два ATR с периодом 14, мы брали потенциальную точку входа, прибавляли ATR. К тому моменту это было, ну и к текущему моменту, да, потому что сейчас выходной день, было около 20 с копейками пунктов, что приводило наш стоп-лосс за предыдущую зону. Так вот, если мы получили в этой точке сигнал, и рынок двигается в нашу сторону, и проходит вот это расстояние, два ATR, мы берем и двигаем стоп-лосс в соответствии с этим правилом, то есть вот к этой точке открытия. Затем рынок снова проходит два ATR, мы снова двигаем. Но важно понимать, что эта величина, ATR, волатильность, она изменчива, и если сейчас два ATR это 20 пунктов, то к моменту, когда вы будете двигать, эта величина может быть совершенно другой, то есть волатильность может сужаться и расширяться. И в этом заключается основной минус, потому что любым резким, не в рамках текущей волатильности движением, да, вас может вынести, и вы потеряете какое-то количество, да, денег, пунктов, либо упустите хорошее движение. Поэтому есть плюсы и минусы, и если вы используете волатильность для трейлинг стоп-лосса, то лучше всего использовать автоматизированные методы. Почему? Потому что вручную это достаточно сложно, нужно постоянно отслеживать, особенно если интродэй. Поэтому самый базовый способ это передвижение по максимумам, минимумам, когда вы можете это делать вручную. Например, если вы здесь вошли в позицию, то после нового лоу вы можете перевести в ноль. Либо при достижении, да, предыдущей структуры вы можете немножко ужесточить, потому что расстояние здесь очень большое. То есть нужно быть гибким в зависимости от глубины коррекции, в зависимости от того, как себя ведется на походы движения. Конечно, все это можно почувствовать, пропустить через себя только на каких-то онлайн торгах, в режиме реального времени. Именно поэтому уже в течение 6 лет я веду живые торги с трейдерами в закрытом чате. В рамках системы Cluster Trader вы можете подключиться на 3, либо на 6 месяцев. Будем торговать вместе по простым визуально продиктованным сигналам, используя методы наращивания позиции и правильные методы постановки стоп-лосса, чтобы не вылетать при каждой коррекции. Все, всего доброго, до встречи. Если видео было интересным и полезным, ставьте лайк, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok